Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин. Мы снова в походе. Таня снимает меня на фотоаппарат. И сегодня я бы хотел вам рассказать про ковер от фирмы Thermarest. Это новый Танин ковер. Это один из самых топовых ковров на данный момент. Ковер этот называется Neo Air X-Therm. Фирма Thermarest позиционирует этот ковер как лучший по соотношению веса и теплоты. Когда мы выбирали этот ковер, мы ориентировались на сайт Outdoor Ger Lab. Там происходят разные тесты снаряжения. И там этот ковер занял первое место по теплоте. Показатель теплоты этого ковра Air Value 5,7. То есть это действительно очень теплый зимний ковер. Внутри этого ковра находятся отражающие какие-то перегородки, которые не дают циркулировать воздуху. И теплый воздух постоянно остается около вашего тела, а холодный воздух остается около земли. Ковер этот все сезоны. Можно спать и зимой, и летом. И выпускается он только в одном цвете, в светло-сером. В комплект входит чехол, сам ковер, ремнобор и мешок, которым этот ковер надувается. В сложенном виде этот ковер совсем небольшой. Он объемом примерно 1 литр, как 1 литровая бутылка. И весит он всего 490 грамм. При таком весе показатель теплоты просто сказочный. То есть это просто суперские характеристики. Ковер выпускается в двух размерах. Типа большой и маленький. Большой ковер весит 600 с чем-то грамм. Но он у нас маленький, потому что этот ковер для Тани. И большой нам был не нужен. И наш весит 490 грамм. Маленький ковер 183 сантиметра, а большой ковер 196. Ковер пошит из прочного нейлона. Сверху это 30 ден, а снизу 70. Единственный минус этого ковра, который мы пока заметили, это то, что он довольно сильно шумит. Видимо внутри какие-то профольгированные перегородки. И когда ты ворочаешься ночью на этом ковре, такое чувство, что ты спишь на целлофановом пакете. Как я уже сказал, ковер выпускается всего в одном цвете, что довольно печально, потому что это очень светлый серый цвет. И в походе, конечно, он быстро запачкается. Но выбора, собственно говоря, нет никакого. Я уже рассказывал, что в комплекте идет специальный мешок, которым надувается этот ковер. Он довольно большой, но практически ничего не весит. Его можно использовать так же, как, не знаю, мешок для каких-то ваших вещей, для одежды, например. Здесь в мешке есть просиликоненное отверстие. Откручиваем клапан ковра и надеваем это просиликоненное отверстие на клапан. Получается такая вот история. Берем мешок за горловину, затыкаем ее и просто начинаем вкачивать воздух в ковер. Зачем это нужно? Почему нельзя надуть ковер ртом? Ртом надуть тоже можно, но при такой погоде, например, как сейчас, когда очень влажный воздух и в дыхании человека очень много влаги, подобный способ надувания ковра ртом может испортить внутренности ковра. Там останется конденсат и, в общем, это портит ковры, если надувать их ртом. А таким вот способом все происходит очень круто. Производитель, кстати, говорит, что нет, что все равно. Да? Да. Ладно, видите, Таня знает лучше, потому что это ее ковер, и производитель вроде уверяет, что ничего не будет, если надувать ковер ртом, но все равно зачем-то он положил этот мешок. Хотя может для того, чтобы надувать ковер зимой, потому что надувать ковер ртом зимой тоже не очень круто. Можно схватить ангину моментально, по-моему. Написано, что, чтобы его надуть, нужно 25-35 вдохов. И, кстати, у них есть еще большой такой мешок. Все это происходит довольно быстро, просто мне здесь не очень удобное положение, чтобы надувать. В палатке это побыстрее все случается. Еще у них есть два вида насосов, которые ты включаешь, и они автоматически засасывают воздух. Они совсем маленькие, буквально в карман помещаются, на батарейках работают и очень быстро накачивают ковер. Мне кажется, это уже излишше существо. Ну да. Вот эта идея с мешком мне очень понравилась. Но, к сожалению, эти мешки они не продают отдельно. И этот мешок идет только в комплекте с ковром. На самом деле очень жаль, потому что я, например, для своего ковра тоже бы такой приобрел. Забыл упомянуть, что этот ковер не самонадуважка. То есть, если его выкинуть, он сам не надуется. Этот ковер, он надувной. Это именно надувной ковер, который нужно надувать при помощи вот этого мешка, насоса или рта. Этот ковер довольно высокий. Его толщина 6,3 см. Это действительно такая высокая штука, на которой вы будете спать. На самом деле, это, наверное, минус даже. Но я понимаю, что это все для теплоизоляции. Но мой ковер чуть ниже, а Танин типа высокий. И поэтому, когда скатываешься, то приходится применять усилия, чтобы забраться обратно на этот высокий ковер. Как вы видите, этот ковер довольно узкий. И если вы лежите не в спальнике, то руки с него будут скатываться и лежать где-то мимо ковра. Но это все сделано для облегчения веса. Это все-таки легкоходный ковер. И приходится жертвовать шириной, чтобы уменьшить вес. Кстати, что порадовало, этот ковер очень хорошо залезает в предназначенный для него чехол. Потому что предыдущий терморест еле-еле заталкивали в чехол. Ну, может, это было потому, что тот был самонадувающийся. А это просто надувно. Еще один минус этого ковра – это его цена. Ковер топовый, один из лучших в мире. И, собственно, на этом производитель и рубит бабло. Если вам не нужен такой теплый ковер, у термореста есть еще ковер X-Lite. Он примерно на 40 долларов дешевле. Чуть попрохладнее, но тоже ковер неплохой. С похожей теплотой есть еще ковры у Seattle Summit. Их топовый ковер по теплоте вроде на 5-er value. И весит он аж целых полтора килограмма. То есть этот весит меньше, чем полкило, а тот весит полтора. То есть килограмм разницы. То есть они где-то далеко стоят, хотя ковер тоже топовый. Сегодня была первая ночь, когда Таня спала на этом ковре. Вы видите, может, не знаю, видно, не видно. Все в Инье. С утра воду в мисках пришлось вытряхивать в виде льда. И, ну, не знаю, минус 5, наверное, было ночью. Конечно, мы будем тестировать этот ковер и зимой, понятное дело. Но вот сейчас мы только его купили. И довольно холодная ночка выдалась. И как тебе спалось, рассказывай. Мне спалось хорошо. Мне кажется, что он прям как-то греет. Может быть, это, конечно, говорит во мне жид, который потратил на него очень много денег. Но мне показалось, что он теплый. Ну, я думаю, что он, конечно, теплый. И за такие бабки, и с такими показателями этот ковер просто не может быть плохим. Я бы его советовала, потому что сегодня реально очень дубово. Я просыпалась очень часто от того, что мне холодно дышать. Да, воздух. Мы еще были в летней палатке, и было очень холодно. Мы еще стоим у реки, так что еще с реки тянет холодом. Ночка выдалась холодная. Но ковер не подвел на самом деле. Кстати, в комментариях пользователей, у которых есть этот ковер, многие пишут, что бывают бракованные ковры, которые сразу, они идут, бракованная какая-то партия, видимо. И они не надуваются, точнее, они надуваются, но потом сдуваются. То есть... Что за с клапаном, видимо? Что-то с клапаном у них не то. И надо проверять ковер сразу. И если брак, сразу нанести обратно в магазин. И по гарантии его поменяют, конечно. В общем, отзывы об этом ковре делятся на два лагеря. Те, кто очень доволен этим ковром. И те, кому достался бракованный, они хайп этот ковер. Ну, не знаю, как я сказал, из минусов разве что цена. И то, что он такой вот шуршащий. Ну, это такой тоже относительный минус. Если ты устал, то этот шелест тебе не помешает ночью. Кстати, ковер в надутом состоянии можно вот так вот прожать. То есть он не насмерть такой надутый. Но когда ты ложишься, вес распределяется равномерно. И ты действительно на такой высокой подушке. В общем, Таня советует этот ковер. Ей он очень понравился. Тем, кто хочет поберечь свое здоровье, поберечь свои почки, чтобы они не отмерзли в холодных походах, наверное, стоит подумать об этом ковре. Потому что действительно очень топовый по своей температуре. И очень топовый по своему весу. Не знаю, сказочно легкий ковер. Ну, и спишь, как на кровати тоже. Да, меньше чем 500 граммов. Это вообще какие-то бешеные характеристики при такой теплоте. Я вообще не понимаю, как они добились этого. Но там какая-то хитрая система вот этих вот клапанов, в которых находится воздух. И он практически не мигрирует, а именно нагрет и остается. И не остывает. Ну, я полагаю, что там перегородки из фольги или из какого-то другого такого хитрого материала. В общем, если вы серьезно занимаетесь туризмом, наверное, новичкам такой ковер не нужен. На самом деле, это для тех, кто уже заморачивается по качественному снаряжению. Следует подумать об этом ковре, потому что этот ковер на все случаи жизни, и летом, и зимой можно ходить с ним, и в весе вы только выигрываете. Для зимних походов определенно мастхэп. Ну, и в целом, фирме Thermarest Respect делают очень классные ковры. Еще ни один ковер от них не подвел. А у нас уже было несколько таких. Даже на канале есть обзорчик на один из них. На этом, наверное, все, что я хотел рассказать об этом ковре, я рассказал. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру.